Каково главное качество, от которого зависит все наше приближение к Творцу? И почему написано в Мидраше, что ради Бикурим первинок был создан мир? Шалом, дорогие друзья! В этом эфире вы с Божьей помощью получите ответы на эти вопросы, и мы получим эти ответы из нашей недельной главы. С вами Давид Плескин в прямом эфире из Святого города Иерусалима. Как видно, как слышно, напишите, пожалуйста. Мне важно, чтобы все меня видели, все меня слышали. Даже один человек – это целый мир, и буду рад для него рассказать полезную информацию. Так, тут есть замедление. Я надеюсь, что у меня комментарии будут появляться. Сколько человек не написано, комментарии, надеюсь, будут. Окей. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас очень-очень важная тема. Вы сегодня с Божьей помощью узнаете два важных принципа из нашей недельной главы Китаво. Но прежде скажите, слышали вы такое слово Бикурим? Бикурим – это первинки, это слово из недельной главы. Что это такое? Это первые плоды, которые разрешено есть, и которые евреи были обязаны принести в храм в качестве благодарности. Представьте, две тысячи лет назад еврей сажает финиковое дерево. Он за ним ухаживает, поливает его, убирает все сорняки. Каждый день ему нужно делать много работ, связанных с этим деревом. Проходит первый год, дерево начинает давать плоды. Эти плоды запрещены. Это называется орла. Второй год, третий год. Каждодневная обработка дерева, забота о дереве. И все равно три года плоды запрещены в пищу. Это называется орла. Этот запрет называется орла. И вот, наконец-то, приходит долгожданный день, когда еврей может, наконец-то, взять первые плоды. Он так хочет их съесть, но есть заповедь. Эти плоды он относит в храм. Нам очень тяжело представить, какое это пожертвование он делает. Это практически самопожертвование. Он так их хочет съесть, так их хочет попробовать, поделиться с другими. Но нет, он берет все это свое желание и направляет его на служение Творцу. Он посвящает это желание Творцу. Понимаете? Понимаете, какая это жертва? И из этого мы учим две важные вещи. Во-первых, все первое, все лучшее в нашей жизни нам надо давать Творцу. Таким образом, мы по-настоящему приближаемся к нему. Так Всевышний сделал этот мир. И, ну, например, смотрите. Самое лучшее время суток – утро. Да, мы посвящаем разговору с Творцом в молитве. Первенца нужно выкупить у Коина. Это символ, что мы готовы отдать нашего первенца, нашего первого ребенка на мальчика. Да, на воспитание и службу Творцу в храм. Кроме того, из заработанных денег десятую часть мы отдаем Творцу, да, то есть первую десятину из того, что мы заработали, мы даем Творцу. Животные тоже. Раньше принято было, не принято, закон был. И до сих пор закон этот существует. Сейчас немножко вид изменился, потому что нету храма. Но десятое животное проходит через определенный узкий просеп, узкий коридор. И каждое десятое животное посвящается в храм. И поэтому, говорит Медраж, Берешит. Слово Берешит, это читается как Бет решит. Бет это два, решит начало. Ради двух начал, говорит нам Медраж, был сотворен мир. Какие это начало? Ради евреев и ради Бекурим, ради первинок. Ради евреев, чтобы был народ, который дает всем пример служения Творцу. И ради Бекурим, чтобы показать очень важный принцип служения Творцу. Принцип самопожертвования. Принцип пожертвования всем лучшим Творцу и принцип благодарности. И таким образом мы сейчас переходим ко второму пункту. Что мы можем учить из эпизода, который я писал в начале этого эфира. Но прежде я посмотрю, ищет ли у меня кто-то. Так. Я вижу, что не работают у меня комментарии. Ну, все глупо. Так. Так, 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 так. Окей. Хорошо. Значит, мы продолжаем дальше. Второй пункт. Что говорит еврей, когда приносит Бекурим в храм? Благодарность. Говорит нам Адмор Ислонима, что благодарность – это основа всех хороших качеств. И вот вы получили ответ, что есть самое главное качество, которое приближает нам к Творцу – это благодарность. И говорит нам Адмор Ислонима, что это качество, которое нужно обязательно воспитывать в своих детях и в себе, естественно. И как это воспитывать? Первым делом мы должны научиться благодарить других людей. И точно так же говорит Равазик Шер, великий мудрец прошлого поколения, что человек, который не умеет любить ближнего своего, он на самом деле не умеет любить Творца. Если ты хочешь полюбить Творца, прежде всего научись полюбить ближнего своего. Это идет по нарастающей. Без любви к ближнему невозможно научиться любить Творца. И поэтому, дорогие друзья, очень важно воспитывать в себе, в своих детях это качество благодарности. Вначале учить их благодарить людей. Таким образом, они с Божьей помощью научатся благодарить и Творца. Как развить качество благодарности? На это говорит нам, пишет Равьяков Рабинович в своей книге «Шуреби Киют». Он пишет о том, что очень сильное средство работы над качествами, это, вы не поверите, это аффирмации. И это, на самом деле, повторение фраз, это наше средство, это наша методика еврейская, которая зародилась еще очень-очень много лет назад. Это методика мусара, которая применялась и применяется. То есть, ну, как минимум, человек, который хочет развить в себе качество какое-то, да, или избавиться от какого-то качества, например, смирение, да, или гордыня. Человек изучает, читает то, что написал, например, Рамхаль, про это качество читает раз, два и три, много-много раз и вдумывается в это. И через понимание, вдумывание, представление он настолько внутрь вносит себе в душу, в животную душу, в подсознание, если хотите, вот эту мысль, что она на самом деле начинает работать в нем сама по себе. То есть, он больше ничего не должен делать, это все само уже происходит. То есть, самое главное, желание, принятие решения, и все уже дальше идет. Работа идет, скажем так, на определенном плане автоматически. И это то, что я хочу вам предложить на данный момент, попробовать эту технику на том качестве, которое вы хотите в себе развить, или какое вы хотите убрать, ну, скажем так, лучше пользоваться этой техникой, на мой взгляд, для того, чтобы прибавить какое-то качество, да, развить какое-то качество. Да, и в принципе, избавление от гордыни, это что такое? Это прибавление смирения и так далее, да. То есть, я думаю, что вот эту технику нужно использовать больше на позитив. И я сейчас серьезно изучаю тему аффирмаций и рекомендую каждому, дорогие друзья, кто хочет поработать над своими качествами, попробовать этот способ. И я уверен, что эта техника может вас приятно удивить и дать очень хорошие результаты, радостные. И для тех, кто хочет попробовать, я хочу сделать подарок вам. Я вам помогу с Божьей помощью подобрать аффирмацию, которая наиболее подходит именно для вас. Да, для этого вам нужно заполнить гугл-анкету, ссылку на которую я поместил в название этого эфира. И сейчас, на всякий случай, я вам эту ссылку еще скину, чтобы она здесь была. Так, комментарии. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, нажимайте на ссылку, пишите одно качество, которое вы хотите в себе развить. И с Божьей помощью я вам пошлю самую подходящую для вас аффирмацию, которая вам поможет это качество развить. И пошлю описание, что с этим делать, как работать с этой фразой, да, наилучшим образом, чтобы за минимальное количество времени вы почувствовали хороший результат с Божьей помощью. Спасибо всем, дорогие друзья, кто был со мной. Желаю вам всем, чтобы у вас было как можно больше поводов благодарить Творца. И будьте счастливы!